Приветствую вас и начнем с того, что, чтобы вы не сказали сейчас о своей маме, блядь, мне об этом будет лучше, потому что ситуацию, как таковую, ситуацию по пасху, ситуацию в корне, это не исправит. Надеюсь, вы это очень хорошо понимаете. Не исправит, потому что произошло, уже произошло то, что произошло. И, соответственно, вам ничего в этой ситуации лично сделать нельзя. Вы можете, например, девушку осуждать, если вам легче будет ждать. Вы можете говорить маме, что она полагает, что, допустим, она не обращает на нее внимание и так далее. Но, в действительности, это будут просто слова. То, что ваша мама так сильно с ней сблизилась, это личная проблема вашей мамы. Она явно не переживает по поводу того, что вы с ней рассказываете. У нее явно не своя личная эмоциональная вовлеченность в то, что произошло. И поэтому в этой ситуации, именно в этой, вам, во-первых, не нужно винить себя. Потому что вы делали все то, что в вашем случае с вашей стороны было правильно. Вы делали все то, что любой бы молодой человек на вашем месте, находящийся в вашем положении, в вашей ситуации бы делал. Но далеко не любая мама так реагирует на подобные вещи. И это значит, что у нее есть определенная потребность. У вашей мамы есть определенная потребность. То, что она секретничала, как вы говорите с вашей бывшей девушкой. То, что она доверяла ей во всем и так далее. То, что она сильно сблизилась с ней. Это потребность вашей мамы. И давайте для начала, для начала, пробуем подумать. А какие же потребности заставили вашу маму вот так вот сблизиться с вашей девушкой. Настолько сильно, что она очень сильно переживает об этом. Какие потребности заставили вашей маме так, блин. Может быть ей не хватает общения. Может быть ей не хватает какого-то взаимодействия. Может быть ей еще чего-то не хватает. Это, безусловно, на сайте лучше всего только вы. Но именно эта причина и является основной, из-за которой ваша мама так сильно реагирует. И понять ее желание. Понять потребности вашей мамы в том... Понять потребности вашей мамы, которая она пыталась удовлетворить именно за счет вашей девушки. И будет реальным изменением ее ситуации, ее поведения. Почему? Потому что вы, поняв, что ваша мама, допустим, хочет, что ваша мама, допустим, там, желает и так далее. Вы, поняв это, сможете дать ей то, что она хочет. И тем самым избавить ее от страданий. Тем самым поменять ее реакцию и поменять ее состояние. Только да. Потому что слова это просто слова. И не буду этого. Слова это что? Это пустой звук. Особенно, если они не имеют под собой никакого подкрепления. Я надеюсь, что вы это понимаете. И у вас есть такой вариант. И еще у вас есть другой вариант. Это вариант просто успокаивать ее. Говорят, что, ну, все. Она провела с ней какое-то время. И, в общем-то, это было хорошо. Она счастлива. А теперь пусть человек живет своей жизнью. Она живет своей. То есть, уговаривайте ее радоваться за вашу девушку. Это просто ей все хорошо. А ее реакция вашей мамы, она довольно эгоистична на самом деле. И не направленная на девушку. То есть, получается, что она развлечалась с вашей бывшей девушкой для себя. Ну, скажите, что это не самое правильное поведение, не самое правильное отношение. Это еще один вариант. Потому что, ну, в данной ситуации это справедливые слова. Другое дело, насколько ваша мама готова слышать эти справедливые слова, это уже вопрос другого. Ну, ладно. И, наконец, вы можете просто ничего не делать вообще. Вы можете просто-напросто занять позицию нейтральную, позицию спокойную. Вам стыдиться нечего. Вы не виноваты совершенно в этой ситуации. Вы не думали, не знали, не могли предположить, что ваша мама настолько сильно сблизится. А с этой девочкой вы не хотели ввести ее в свою семью. Потому что хотели, чтобы все было очень дружно. Но вы не могли предположить, что все так будет. Поэтому вам нужно перестать винить себя. У вас есть чувство вины. Чувство вины за то, в чем вы не виноваты. Соответственно, давайте здесь отметим так. Чувство вины за то, в чем вы ответственности не несете. А вы не несете ответственности за, например, свою маму. Вы не несете ответственность за свою девушку. За поведение этих двух женщин вы не несете. Вы не несете ответственность только за себя. За себя самого. И, соответственно, вместо того, чтобы чувствовать и винить себя, постарайтесь устроить отношения такие, чтобы не было двойной игры у девушки. Чтобы не было никаких двойных жизней у той, с кем вы встречаетесь. Чтобы ваши отношения были максимально чистыми. Вот на это вам нужно обратить внимание. В этом направлении вам нужно работать. А не в том, чтобы винить себя. Потому что обвинение себя – это, во-первых, отключение от реальной проблемы. Человек, который берет на себя ответственность в том, в чем она ответственность не несет. Как правило, перестает нести ответственность за самого себя. Это очень плохо. И, вновь, вам это ничего не даст. И ситуация ни в коем случае не улучшит. К сожалению. Поэтому вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались еще, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!